У нас же с вами сейчас очень устраивает ситуация по выплате заработной платы на всех шахтах наших неработающих, которые поддерживают институтализацию и те, которые работают на ГУДАТЫ. Как у нас заново обстоит получение в республике ГУДАТ по выплате заработной платы? Дела обстоят этим образом. В Горлоке у нас находятся четыре шахты. Одна из них утоплена, это шахта Ленина. Три работают в режиме жизнеобеспечения, то есть люди работают по откачке воды с действующим горизонтом. Да, ситуация по выплате заработной платы у нас сложилась критическая. На протяжении двух лет практически всего полных три месяца мы получили заработную плату за это время. Но с приходом нового министра, наше министерство, вас поставили на должность главы города. Эта ситуация изменилась. И изменилась на сегодняшний день в лучшую сторону. После всех ваших визитов на главе, было распоряжение главы, и уже сегодня буквально нам перечислили 6,5 миллионов рублей для выплаты июньской заработной платы в объеме 100%. 100% сегодня уже людям выпущена заработная плата. Также министр пообещал, что в июле месяце перед днем шахтерам будет частично или полностью 100% поддержать наших людей и выплатить 100% за июнь. Мы на это, конечно, набляемся. Ну, это самый главный вопрос, потому что социальная напряженность растет, и так безусловно силы нужно кормить. Тем более, в преддверии нашего самого большого праздника для шахтеров, мы просто не можем выполнять наши обещания. Все, что касается нашей страны, мы будем выполнять и дальнейшем. Да, и я надеюсь, что мы не сегодня можем быть эти мероприятия наши, которые поднимут шахтеров, в общем, город шахтеров и нашего строительства, мы просто обязаны людям взять праздник.